В этом году тестирование начнётся 3 июня, проверка иностранного языка, а закончится 27-го тестом по мировой литературе. Учитывая нынешнюю обстановку в стране, особое внимание будет уделяться не только борьбе со шпаргалками, но и общей безопасности. Во всех пунктах, где будут писать тесты, будут дежурить правоохранители. Причём на посты они заступят ещё с вечера, а на входе в здание установят металлодетекторы. Вместе с милицией в наряды заступят и медики. Кроме того, особое внимание чиновники пообещали уделить бесперебойной подаче электроэнергии в пункты тестирования. Настаивают, это очень важно. Ещё одной проблемой, по словам Александра Сидоренко, является тестирование сирот и детей из многодетных семей. Как говорят чиновники, в предыдущие годы часто возникали ситуации, когда такие выпускники просто не знали, когда и куда именно им идти, чтобы пройти тесты. Мы попросили органы управления света и всех тех, до которых я обратился, ещё раз подивиться на то, чи знают дети-сироты и дети из многодетных семей, чи знают они, куда им ехать, чи есть у них за что доехать до пункта тестирования, чи будет их кому разбудить и сказать, что ему нужно ехать на тестирование, чи ему взагалі комусь потурбуватися за цих детей, чтобы они на рівнях, так как и всі, мали змогу брати участь у зовнішньому незалежному оцениванию. В Харьковской области независимое оценивание будут проходить и выпускники из соседних Донецкой и Луганской областей. Их уже зарегистрировали 70 человек. Однако в связи с обострением ситуации в этих регионах ожидается новый приток, говорят в Хога. Эти дети пройдут тесты немного позже харьковских одиннадцатиклассников – в июле. Для них также будут созданы специальные дополнительные пункты. Лариса Говина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.